сергей выставляет свои заметки тексты какой какой сергей игнатов а что что у украинском почему он упертый такой а раньше он все на русском писал это я его наверное так испортил я ему сказал говорю украинский язык это не не отдельный язык это был как бы один на русский народ и украинцы белорусы они там на краю украина то есть край дальше некуда идти и большое влияние имели захватывали их литовцы поляки и у них все слова оттуда не самостоятельный язык то это я ему сказал а он может быть теперь показывать смотрю в наш язык отличается но отличается я заряжаю тут система такая она переводит течение одной секунды любой текст ну вот так я думаю так с этого момента началось но я не понимаю все равно ну и ладно но он хороший гнат тихонович может подскажите как-нибудь такую ситуацию у меня есть два партнера ну они заказчики такие крупные у меня они были друзья вот сейчас поссорились и каждый вчера по отдельности меня вызвал это большие начальники и каждый поставил ультиматум либо со мной работаешь и не работаешь с я не знаю работу не знаю ваших друзей верующие неверующие это все влияет на решение вопроса а вы самостоятельно без них не можете работать ну это крупные мои заказчики просто останусь без заказов ну а помирить то нельзя их не знаю как они неверующие тут не решится вопрос надо только молиться они верующие у него страха божия нету на своем стоит они сознают господь ему не открывает кто прав тут нельзя никак решать вы сами помолитесь и господь может указать вам да благословит вас господь илья смотрите как их бог силен сделать что ему угодно а к вам-то претензий нет 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 просто они хотят работать со мной но при этом уколоть другого что я перешел к работаю только с ними не работаю уже с этим а то что вы работаете с другим на как на того отражается которые против этого а может быть они договорились так действовать чтобы подумали как и не решить вопрос и поэтому разрывает контакт может быть кто-то кому-то должен а это небольшой такой хитрый ход обороты не оба сейчас меня предлагают заказывает вот откажись от того иди вот делаю меня это второй тоже самое а раньше работали и на того и на того и работал и тем всего хватало но если вы не будете говорить ничего им скажи как было так и пускай будет я же не против зачем я буду выбирать в оба хорошие я не могу никак вас решить кто лучше то хуже я перед вами стою я вас не отталкиваю давайте по прежнему работать ну попробуйте как-нибудь утишить это а мы будем молиться и господь умягчит их сердца бога всего много я понял благодарю да благословит господь ваших товарищей вас так вопроса больше нема нету не один можно и на давай вот в евангелии когда иисус христос на берегу был народ а он на лодке был так и он начал учить людей притчами и ученики у него спросили почему говоришь притчами он отвечает что вам дано знать а им не дано а почему ученики апостолы не учили людей как бы притчами такой притч время наступила и изменилась и господь если бы они уверовали в него как в бог а потом увидели распинаемом они бы соблазнились и сказали был обманщик а когда он воскрес и говорит до моей смерти молчите об этом когда воскресну тогда все будет явно и теперь никаких причин нету потому что он воскрес он объясняет это это было до времени его воскресенье из мертвых все понял спасибо так больше никого нет отхожу